Добрый день, дорогие зрители православного канала Экзегет. Иногда возникают вот такие вот вопросы относительно личности Иоанна Предтечи и того, чем он занимался, которые выливаются, может быть, в такую какую-то несколько наивную форму. Ну, например, задается такой вопрос, в какую веру крестил Иоанн Предтечи тех, кто к нему приходил. Но дело в том, что, конечно, в этом вопросе сказывается вот такая какая-то уже чисто современная наша христианская психология. Мы думаем, что мы связываем крещение именно вот с такими воротами, через которые мы входим в церковь, через которые мы становимся ее членами. Для нас крещение — это такое обязательное начало исповедания какой-то религии. Поэтому и всякие баптисты, сектанты, пятидесятники очень любят перекрещивать тех, кто приходит к ним в знак того, что вот именно с этого крещения только начинается подлинная религиозная жизнь, возможная только в недре их церковной какой-то сектантской организации. Но на самом деле для Иоанна Предтечи и его современников крещение имело несколько иной смысл. Дело в том, что любой житель Ближнего Востока прекрасно понимает и отдает себе отчет в том, насколько тяжела бывает нечистоплотность. Ведь он проводит большую часть своей жизни в климате жарком, в климате очень пыльном, под палящим солнцем, под жгучими суховеями. Он постоянно покрывается потом. Пот этот все время смешивается с грязью. Если все это достаточно часто не омывать, то у человека появляются всевозможные струпья, образуются всякие грибки или шаи, которые начинают на нем паразитировать, развиваются всевозможные кожные болезни и так далее. Поэтому чистота действительно является на Востоке таким залогом здоровья. И вообще-то потребностью, необходимостью человека, то есть омовение, причем в такой проточной воде, всегда представлялось чем-то таким очень важным, тем, что поможет человеку и сохранить свое здоровье, ну и просто комфортно себя чувствовать в этой жизни. Поскольку человек очень страдал и очень тяготился от последствий вот этой телесной нечистоты, то это было и очень хорошим таким символом, образом нечистоты душевной. Точно так же человек должен был переживать и свою внутреннюю греховность. И поэтому вот эти внешние омовения, очищение своего тела ставились в прямую зависимость, как такая аналогия, как своего рода такой вот образ. Омовение всяческой нечистоты, которое точно так же, ну вот в духовном отношении тяготило уже человеческую душу, вызывало в ней зуд, раздражение, вызывало в ней чувство какой-то вот такой вот постоянного такого некомфорта. И поэтому омовение телесное, как символ очищения душевного, очень широко применялся древними иудеями в их религиозной жизни. Каждый религиозный иудей знал, что прежде чем совершить паломничество, прежде чем принять участие в каком-то таком богосужебном ритуальном действии Ветхозаветной Церкви, ему было необходимо прежде всего совершить ритуальное купание, ритуальное омовение в специальном таком водоеме, который назывался Миква или Микваот. К этим водоемам существовали определенные весьма такие строгие требования. Во-первых, вода должна была быть там свежей и проточной, поэтому и еврейские, и впоследствии римские инженеры прикладывали довольно много усилий для того, чтобы окружить храм Соломона большим количеством вот этих купалин, в которых текла бы обязательно именно проточная вода. Были построены специальные водопроводы, которые доставляли эту свежую воду, и вот таким каскадом, которым были расположены эти священные ритуальные Миквы, эта вода спускалась, протекала, потом возвращалась обратно, и любой желающий мог прийти и окунуться в этой чистой, свежей проточной воде, они просто там, ну представьте себе, вот тысячи людей пришли на праздник в Иерусалиме, если все они будут купаться и совершать омовение в каких-то стоячих таких водоемах, прудах, или тем более вот этих маленьких купелях, бассейнах, которые они это делали, ну во что очень быстро там эта вода превратится, да, никакие служители не успеют вручную заменять эту нутную грязную воду на свежую и чистую, поэтому необходимо было обеспечить и сделать так, чтобы вода была всегда чистой и проточной. Ну кроме того, все вот эти Миквы, они обязательно должны были изнутри штукатуриться, человек не должен был соприкасаться с чем-то таким нечистым, погружаясь в эту Микву, ну а кроме того, штукатурка, она также и способствовала тому, что вот эта вот драгоценная вода не уходила в камень, в породу, в грунт, в землю, но вот проходила без потерь через вот эти оштукатуренные бассейны Миквы. Поэтому само вот это вот понимание о том, что если ты очистишь свое тело, то это будет и связано с очищением твоей души, она у иудеев присутствовала. И вот это вот крещение, то есть погружение, которое совершал Иоанн Претеча, оно по самой своей как бы вот сути, по самому своему действию было для иудеев вполне знакомо. Что же нового принес Иоанн Претеча в эту практику совершения вот таких вот этих покаянных омовений, чего не было до него, чего не было у его современников, которые просто приходили и погружались вот в этот священный бассейн Микву, где-нибудь в Иерусалиме или в любом другом месте, где они должны были перед молитвой совершить вот это телесное очищение. Иоанн Претеча помогал человеку зайти по грудь или по шею в воду, и вот именно в таком положении, окруженной со всех сторон водой, человек должен был не просто омыться, а должен был еще принести исповедь, принести покаяние. Он должен был перед Иоанном Претечей покаяться в своих грехах. У него должна была решимость изменить свою жизнь. То есть можно сказать, что Иоанн Претеча крестил человека не в веру, а именно дело то, что и называется в Священном Писании в отношении его деятельности, совершал крещение покаяния. Человек раскаивался перед ним в своих грехах, раскаивался у них перед Богом, и затем уже Иоанн Претеча помогал ему совершить вот это священное погружение, которое являлось символом прощения, убеления его грехов перед Богом. Это проповедь, это крещение должно было смягчить людей, настроить их на покаяние для того, чтобы в таком добром расположении души, духа они смогли встретить, узнать и принять великого Мессию, Спасителя Господа Иисуса Христа. Вот с чем была связана деятельность Иоанна Претеча и каким именно образом она протекала. Естественно, сам Иоанн Претеча не мог бы в одиночку совершить крещение над всеми теми тысячами, десятками тысяч духовно страждущих, которые приходили к нему на берега Иордана, для того, чтобы над ними было совершено вот это спасительное, очистительное, покаянное действие. Естественно, что у Иоанна Претеча со временем появились ученики, которые помогали ему в этой проповеди покаяния, той проповеди, которая должна была приготовить людей к проповеди Христа. Они также беседовали с приходящими на крещение людьми, объясняли ему суть, значение грехов, помогали им принести достойное покаяние в этих грехах и завершить символически, как бы довершить это покаяние вот таким омытием и телесной душевной нечистоты в священных водах реки Иордан. Поэтому у Иоанна Претеча складывается своя собственная религиозная организация, свои собственные ученики, которые, ну вот как бы являются чем-то таким, ну что ли, каким-то отдельным таким обществом. И Иоанн Претеча чувствует за этих учеников ответственность, поэтому Он не отправляет их непосредственно ко Христу. Есть люди, которые привязаны к Нему сердечно, привязаны к Нему как к великому пророку, а кроме того продолжают помогать Ему в той деятельности, которую Он продолжает вести и в те времена, когда Господь наш Иисус Христос уже вышел на проповедь. К этой проповеди людей нужно было готовить. И для того, чтобы готовить Иоанну Претечу, нужны были помощники. Он нуждался в тех людях точно так же, как они нуждались в Нем, для того, чтобы совершать то дело, то служение, на которое он был послан Богом. Это не значит, что эти люди в то же самое время не являлись и учениками Христа. По сути, проповедь Претечи и проповедь Христа была об одном и том же. Но, тем не менее, вот мы знаем, что в какой-то исторический период две разные вот эти группы учеников, ученики Христа и ученики Иоанна, существовали, ну, как такие вот отдельные, своего рода религиозные школы. И Иоанн Претеча не стремился и не спешил отправлять своих учеников, передавать их под руководство Христа, хотя, конечно, знал и видел, благодаря вот тому откровению, которое получил, в Нем истинного подлинного Бога Израилева. Но у Него была своя работа, у Его учеников была работа помогать Ему, а у Спасителя было свое служение, своя проповедь и свое дело благовестия и великого такого изменения умов, сердец и всей жизни людей, которые к нему обращались и приходили. Каждый был занят, каждый был погружен в прямом и предназначном смысле свое необычайно важное служение. Но, тем не менее, в душе Анны Претеча всегда находилось место этому преклонению, смиренному перед Господом Иисусом Христом. И когда Он посылает своих учеников для того, чтобы вопросить Христа о том, тот ли Он действительно Мессия или они должны ожидать другого, Он это делает не потому, что сомневается сам, а потому что хочет развеять, уничтожить всяческие сомнения любого рода в своих учениках. И Господь точно так же всегда очень одобрительно отзывается о деятельности, о проповеди Иоанна Претечи и говорит о нем как о большем среди тех, кто рожден женами и величайшем пророке, который когда-либо приходил в этот мир со первых времен Ветхого Завета. Ну и вообще надо сказать, что к числу учеников Христовых имели отношение не только те, кто непосредственно за ним ходил, те, кто являлся апостолами, да и даже в апостолы вошли далеко не все ученики, а только какой-то избранный круг. Если с 12 апостолами все понятно, не всем только понятно, что там делал Иуда и почему Господь позволил попустить ему присоединиться к этому обществу, то с остальными учениками возникают иногда неясности, потому что по именам нам известно более чем 70 учеников Христовых, в то время как мы знаем, что вот 70 малых своих учеников, посланников, апостолов Господь посылает на проповедь. Но были среди его учеников и такие, кто на проповедь не ходил, кто сами, просто живя в своем доме, живя своей семьей, во-первых, исповедовали Христа, а во-вторых, уже самой своей жизнью являли вот такую же точно христианскую проповедь. К числу, например, таких людей можно отнести Лазаря Четверодневного, который очень любил Христа, и Господь любил и его, и его сестер, но, как по всей вероятности, единственный мужчина, глава в своем доме, он должен был продолжать заботиться о своих сестрах, поскольку женщину в одиночку на Ближнем Востоке выжить практически не могла. Это и сейчас еще до сих пор затруднительно, что уж говорить о тех ветхозаветных временах, когда без сопровождения мужчины уважающая себя женщина даже не могла, не должна была появляться в одиночку, вот таким образом, на улице. Поэтому и Лазарь не присоединяется во время жизни своих сестер к числу учеников Христа, тех, которые вышли на проповедь, но, тем не менее, свою проповедь, свое церковное служение он несет много лет уже после своего воскресения, и после воскресения и вознесения Христова, являясь епископом кипрского города Китион. То есть мы с вами видим, что не все сразу менялось с пришествием Христовым в этот мир. Какие-то традиции, какие-то установления продолжали существовать, поскольку никто их не отменил на тот момент. И в рамках вот этого религиозного учения точно так же было возможно спасение, как и для тех, кто непосредственно ходил за Христом, и, входя в число его учеников и апостолов, занимал себя вот именно проповедью различным народам и странам, разбросанным по всем концам тогдашней экумены. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.